Одной из традиций празднования Дня России становятся рок-концерты на летней площадке у культурно-спортивного комплекса «Молодежный». Новорингойские музыканты дарят творчество своим поклонникам, которые стараются не пропускать такие мероприятия. Площадка у «Молодежного» – возможность напомнить о себе для тех, кого уже знают по предыдущим выступлениям, и открыть новые имена. Так получилось и на этот раз. На рок-концерте побывали Надежда Печоркина и Николай Александров. Россия! Наш рот! Россия! Наш рот! Для них это не только разминка легких и голосовых связок. День России для тех, кто пришел сюда, праздник почитаемый. Здесь очень интересно. Мы были также на площади. На День России мы участвовали в эстафетах. Было очень интересно. Наш клуб молодежно заработал первое место. Это еще День России. Это праздник. Это класс. И если кто-то думал, что творчество Янки Дягилевой, понятно, только ее современникам, ошибался. Растут новые поколения. Для них песни поэтессы, рок-певицы, писавшие в конце 80-х, начале 90-х, остаются гладком свежего воздуха. Мне очень нравятся песни Яны. Они про изменения в себе. Я думаю, ее песни стоит слушать. Они со смыслом. Это не пустой бред. Для Нелли, родившейся и выросшей в Новом Уренгое, День России, важный праздник, открывать концерт, посвященный этой дате, событиям. Нелли впервые выступает на публику и признается, не ожидала теплой встречи в поддержке зрителей. Не рассчитывая на то, что оценит репертуар. Пессимизм, к счастью, не оправдался. Так же, как на сцене появляются новые группы, так и среди зрителей. Каждый раз добавляются новые люди. Впрочем, у рок-музыки есть и постоянный состав поклонников. Она как-нибудь интересует, заинтересовывает. Очень интересно. Очень классно. Как бы живешь этой музыкой, она живее всех, интереснее, веселее. Это для меня не просто музыка, это моя жизнь. Я прихожу каждая на рок-сэйшен. Группа «Натс оф фейт» в узких кругах знатоков местного рока уже хорошо известна. Поэтому ее музыканты связывают с публикой вполне реальные ожидания. Ну, конечно же, долгих аплодисментов, того, что им понравится, наше творчество. Ну, будем стараться только для них. Погода, которая с утра, прямо скажем, теплом не баловала, к вечеру расщедрилась. А может, эмоции окружающий воздух согрели. Те, кто пришел на концерт, об этом не думают. Пропустить такое и валяться дома, ну, нет, непозволительно просто. А вы не чувствуете себя пенсионером среди той молодежи, которая сюда пришла? Я чувствую, что они слишком молодые для меня. Так правильнее будет сказать. Я сюда ходил еще реально, вот в их возрасте, лет реально 15 назад. Но хочу посмотреть, какой уровень, чем вырос новый РНВ в этом отношении. Интересно, любопытно. Есть у новоуренгуйского рука особенность. Многие музыканты, поиграв, какое-то время уезжают в другие города. Но место на сцене пустым не остается. Так что скоро вполне возможно. Мы увидим здесь совершенно новые группы. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова